Добрый вечер! Последние дни в Сумах характеризуются обострением политического противостояния, оппозиционные в основном громады, чего греха таить, и власти. И здесь с этим связано несколько событий. Это и многотысячная демонстрация 26 числа, и невразумительная ночевка в областной администрации, и заявления, и митинги. Собственно, мне это чем-то напоминает 2004 год. Вот чем они отличаются? Мы пригласили побеседовать на эту тему Геннадия Михайловича Минаева, одного из фигурантов 2004 года. Тогда вы были однозначно на стороне оппозиции. А вот на чьей вы стороне сейчас? Давайте разберемся. Бодрый вечер, уважаемые сумчане! Действительно, этот вопрос очень животрепещущий для всех, наверное, на Украине. И я благодарен вам именно за такую постановку вопроса, потому что всем нам следует разобраться, что же происходило в 2004 и что происходит сейчас. Вне всяких сомнений, и в 2004 и в 2014 в Украине происходят революции. В 2004 году она называлась «Помаранчевая». В 2014 ее, наверное, окрестят с легкой руки моей или с легкого языка снежно-булыжниковой революцией. Поэтому и то, и другая революция. Но цели и методы, которые применяются в этих революциях, абсолютно разные. И то, и другое, скажем, было направлено на свержение государственного строя. Но если в 2004 году протест был мощный, серьезный и был направлен за честные выборы, ведь все мы, мы же с вами, Сергей Викторович, вместе дозорили на выборах, да? Мы видели в 2004 году, какие были нарушения. Я стоял тогда возле 13-го участка избирательного МАШ-колледжа и сам лично прогонял заммэра, который пытался попасть уже после закрытия участка в избирательную комиссию. И мы его там оттуда вытуривали. Кроме того, члены избирательных комиссий показывали нам, что на них осуществляется давление через окна, через СМС, что переписывать протоколы. Мы осаждали участки, требовали вывесить протоколы, которые есть. Затем, когда увидели, что этого не удастся им сделать, члены комиссии начали разбегаться и не составлять протоколы в пользу Ющенко, скажем так. И вот тут нам объявляют, что победил Янукович. Я думаю, Геннадий Михайлович... Подождите, я закончу. Чистая несправедливость. Есть протест, едем в Киев, отстаивать честные выборы и честный выбор. И вот тогда, у тогдашнего президента хватило еще пока президента Кучмы собрать посредников из Европы, из России, найти законодательное решение проблемы кризиса. Потому что народ вышел на улицы, надо его решать. И было найдено законодательное, хоть какое-то, но было решение Верховного суда о скосывании результатов выборов, было принято решение о назначении повторного второго тура, так называемого третьего. В конце концов был достигнут компромисс, к которому сейчас пытаются вернуться так называемая политреформа, новая конституция, президентская парламентская республика. То есть это программные положения партии регионов? Нет, тогда это было сделано законодательно, и конфликт был разрулен. Сейчас, на сегодняшний момент, точно такая же революция. Она была мирной, она была протестной до момента захвата киевской администрации. И даже до 16 января, до принятия этих бессмысленных законов, еще можно было удержать революцию в каких-то мирных рамках, бархатную, так сказать, революцию. Но лидеры оппозиции оказались неспособными повести людей в правильном русле, люди в них разочаровались, и люди пошли за радикальными. На Грушевского было в первый день всего лишь 200-300 подготовленных радикальных бойцов, но за ними подтянулось около 5000 киевлян. И это народ, тут уже ничего не сделаешь. И получилось так, что и власть, и оппозиция упустили тот момент, когда можно было это, как мы на жаргоне говорим, разрулить в законодательном поле. И теперь найти компромиссы, и теперь с появлением смертей, и всего, чего уже ни в чем уже никто не разбирается, уже никто ничего не знает. Парламент недеспособный, президент выдает на гора очередные инициативы, которые не принимаются парламентом, даже своей фракцией. И сегодня Украина стоит на пороге очень-очень трагичных, не дай бог, трагичных событий. Ну, некоторые говорят вообще о возможности раскола Украины, федерализации. Мы помним Северодонецк, буквально на прошлой неделе был Харьков, где кошерный атаман Барбашовского казачества Геннадий Адольфович Кернес создал Украинский фронт и пообещал, что он придет со своим народной гвардией, или как он, национальная гвардия, отвоевывать позиции власти в Сумах и Полтаве. Как вообще вы относитесь к подобного рода заявлениям? Ну, я вчера уже сделал заявление для прессы, и считаю, что мой тезка Харьковский немножко погорячился, потому что сумчане сами разберутся, как и что в Сумах делать. Поэтому я недвусмысленно сказал, что их боевые, так сказать, отряды, или какие они там будут, мы будем гнать за шеи примерно до Купивахи. Одну минуточку. В Харьковском этом собрании принимал участие секретарь городского совета. Нет. Принимал ли он в нем... Нет. Алексей Леонидович сегодня находится в отпуске, и ни в каких участиях в Харькове. Он априори не мог принимать, потому что заходится далеко от Харькова и далеко от города Сумы. Значит, это байка. Насколько мне известно, там был депутат городского совета Игорь Перепека. Ну, тем не менее, возвратимся к событиям тоже прошлой недели, к сессии. На сессии оппозиция пробовала отправить Алексея Мовчина в отставку за поддержку жестких действий милиции. Ридне Миста не поддержала эту инициативу. Означает ли непропорционально большое присутствие в исполкоме значительного числа представителей партии регионов, что вы даже после всех вот этих вот событий сохраняете верность Виктору Януковичу? Дело в том, что легко убрать секретаря. Это достигается, особенно на революционной волне, очень быстро. Дело в том, что нужно считать как минимум на шаг или два, желательно больше вперед, и учитывать все моменты, которые возникнут для города в негативную сторону. Легко убрать секретаря. Очень сложно потом выбрать секретаря. И можно каждую сессию потом на протяжении нескольких месяцев превращать в бесконечные выборы какого-то секретаря. На сегодняшний день я считаю, что, видите, так получается, что все мои заместители, они со временем становятся променаевскими. В свое время Бондарь Анатолий Филиппович был вроде бы как делегирован партией регионов, но потом стал променаевским. Точно так же все мои заместители, которые составляют член Окостяк исполкома, являются не столько проводниками действий какой-либо партии, сколько прагматичного решения проблем города. И как бы кто не хотел или хотел этого, но мэр города является первой скрипкой в этом ансамбле. Поэтому мне удобно работать с нынешним составом заместителей и с нынешним, скажем так, составом исполкома. Поэтому смысл менять людей, которые работают и которые выполняют свои обязанности достаточно, ну, с моей точки зрения, и в первую очередь мне это оценивать, достаточно хорошо, нецелесообразно и, более того, неразумно. — Сейчас вот в это такое напряженное время любая глупость может спровоцировать непредсказуемые какие-то действия. Скажите, пожалуйста, вот насколько вы можете контролировать, как городской голова, действия и милиции, и оппозиционных сил в нашем городе? — Ну, начнем с последних, оппозиционных, потому что сегодня в городе какая-то непонятная ситуация. Все стороны требуют от мэра принять чью-то сторону, да? То есть поддерживаю ли я оппозицию, поддерживаю ли я власть, вертикаль власти в том или ином, так сказать, уже обостренном конфликте. Я еще раз говорю, помните, когда-то мы дебатировали здесь с Медуницей, народным депутатом, и я задал вопрос ему, который я повторю. Вы считаете легитимным президента Виктора Федоровича Януковича? Он сказал, что не считает, да? Он для него не существует. Вот. Я на сегодняшний момент считаю президента Украины Виктора Федоровича Януковича легитимным. Легитимным, как бы там ни было. Поэтому существует президент, существует вертикаль власти, и я в нее вхожу вертикально встроенный по органу местного самоуправления, и на сегодняшний день я и есть власть, и я не могу, так сказать, стать на сторону партии регионов или оппозиции. Я человек беспартийный. Геннадий Михайлович. Беспартийный. И, как, помните, говорил Джонатан Свифт, партии – это безумие многих в угоду единиц. Я иду прямо, мне ни партия регионов, ни оппозиция не являются дороговказом. Я понимаю, но вопрос немножко был о другом. Сейчас мы видим, что система, и эта вертикаль даже пошла в разнос. И огромное количество партизанских действий как с одной, так и с другой стороны. Вот по субам сейчас ходят слухи о том, что приезжают какие-то люди из Харькова, следят за оппозиционерами. Соответствуют ли они действительности? Не соответствуют. Я не хочу это обсуждать. Я хочу сказать просто – не соответствуют. Нагнетание истерии отдельными, так сказать, псевдореволюционерами, которые осуществляются в средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что и действия милиции я не могу контролировать в полном объеме. Лишь по одной простой причине, что милиция мне не подчиняется. Но контакт с милицией, с начальником городской милиции, Владимиром Рапутой, у меня есть. И на определенные моменты я могу влиять. Контакт с оппозицией? А на оппозицию я влиять абсолютно не могу, потому что у них одно на уме – Минаев не достоин быть мэром, Минаев не с громадой, Минаев там еще что-то и еще что-то. На самом деле, это их действия напоминают не то, чтобы броуновское движение, а вообще какую-то геометрию Лобачевского. По их действиям нет неопределенной позиции. Вот у нас в Ридном месте, с которым я ассоциируюсь, с депутатами, есть четкие позиции, которые мы заявляем по разгону студентов на Евромайдане 30 ноября, по событиям 1 декабря. Мы 4 декабря, наше звернание до президента было принято и так далее. Но оппозиция получает свои указивы из Киева. Понимаете? Из Киева. И что там в Киеве сбредет в голову? Как и областная администрация. Ну, наверное, как и областная администрация. И что там в Киеве в голову сбредет делать в сумах, это же никому неизвестно. Потому что они же там сидят в Киеве и смотрят общую украинскую ситуацию. Ага, начали захватывать областные администрации. Там в западе и в центре Украины. А почему бы в сумах не захватить администрацию? И указиво захватить любыми путями администрацию в городе Сумы. Это вы имеете ввиду приказ из аппарата президента? Потому что в данной ситуации получается, что вот такой же арендатор, как вы, областная администрация заблокировала центральный вход и тем самым лишила возможности нормально работать Сумской городской совет. Тогда, может быть, вот этот вот акт смешной такой захвата областной администрации был актом по разблокированию. Вообще, ваше отношение к действиям обеих сторон в этой ситуации 26-27 января? К сожалению, в сумах ни у одной стороны, ни у другой стороны нет людей, которые принимают решения на местах. Они не могут адекватно оценить ситуацию и принять верное управленческое решение. Зачем было вот этому уже попу, гапону, шульге заводить людей и проводить так называемый прием в здании областного совета? Ну зачем? Зачем? Да это же лжеприем был. Лжеприем народного депутата. Для того, чтобы люди зашли в фойе, чтобы по всей телевизионной экране и картинке пробежали, помните вот эта карта с областями, что Народная Рада захватила здание, вот, и буквально же через несколько часов проходит обратная ситуация, обратная команда уже по вертикали власти очистить администрацию, как это было в Черкассах и так далее, и так далее. Вот, на самом деле, все же это достаточно просто разрешается, если уж на то пошло. Но было принято такое решение. К сожалению, в тот момент я был устранен от принятия решений, хотя я знаю сумчан, если бы милиция предупредила о том, что она будет очищать через час фойе, то вместо там 70 или 100 человек, которые там были, набежало бы 500. Это я знаю. Вот, поэтому трудно кого-то обвинять или трудно кого-то, так сказать, подводить под какие-то неправомерные действия. Я считаю, что виноваты обе стороны. И те, которые завели людей в фойе, и те, которые оттуда, их выгоняли. Но вот, учитывая все это, поддерживаете ли вы действия милиции в ночь на 27 января? Это вообще были сумские или шосткинские милиционеры? Это были сумские милиционеры. И я только что вам объяснил, что в тот момент ни я, ни начальник городской милиции такого решения не принимали. Это решение принималось гораздо на более высоком уровне и было вполне очевидно, как я предполагаю и считаю, вполне очевидно спущено в приказном порядке. Вот, на самом деле, можно было сделать все по-другому. Ну, случилось так, как случилось. Бить людей нельзя. Бить людей нельзя. Это априори. Но и людям нужно понимать о том, что они осуществляют неправомерные действия. Ну и в завершение, ваш взгляд на то, как можно урегулировать эту ситуацию, которая сложилась. Реальное противостояние есть и в Сумах, и на всеукраинском уровне. Но будем говорить о Сумах, где есть зона вашей ответственности. Готовы ли вы, например, сотрудничать с той же самой Народной Радой? Да ни в коем случае. Что такое Народная Рада? Ну скажите мне, я это говорил еще 20 января, когда не было ни смертей, когда еще на Грушевского не пылали коктейли Молотова и не летели булыжники, когда там не стреляли, когда я это все говорил. Но кто же это слушает? Абсолютно же никто не слушает. Мы провозгласили Народные Рады. В какой способ? Так революции не делаются. Еще раз говорю, уважаемые оппозиционеры, читайте нелюбимого мной Леонида Вадимира Ильича Ленина. Я уже запутался в Ильичах. Ленин чего говорил? Захватываем почту, телеграф, правильно? И так далее по списку. Что сейчас нужно захватывать? Не фойе администрации, облрад и ОДА. Нужно захватывать налоговую инспекцию, державное казначейство и так далее, чтобы появились реальные экономические рычаги управления государством. А вы что захватываете? Пустые фойе? Да кому не нужны эти пустые фойе? А я вообще думал, что нужно захватывать большинство в областном совете и в городском совете. Но это на выборах. Это захватывается на выборах. Но если же вы уже пошли на революцию, то, так сказать, захватывайте нужное. Захватывайте рычаги властные, а не, так сказать, стен. А вы не боитесь, что вам припишут этот призыв к захватам, экстремизм? Отменили эти законы, да? Да нет, но 16 января законы были вообще приняты. Такие законы, может быть, и нужны. Но не в то время и не в тот час. Такие законы принимаются, когда у нации есть полное единение, консенсус и поразумение. Поэтому о тех законах мы не говорим. Я просто говорю о недологости оппозиции. Вот они там после потери еврокурса крутили где-то месяц Майдан. Крутили, крутили, крутили. Люди просто пришли и говорят, план действий дайте, план действий дайте. Лидера и план действий. Правильно? Не дали. И что получилось? А получилось, что не дали. Они взяли на себя инициативу правый сектор. И люди увидели, киевляне увидели, люди активные, которые поддерживают, что теперь решает правый сектор. И правый сектор, вот эти 200-300 подготовленных ребят пошли на Беркут. А за ними пошли подносить патроны киевляне. И это протест. Поэтому оппозиция, если в парламенте не можете сделать, так вы хоть улицу же не трогали бы. Потому что вы же не можете управлять улицей. И вот получилось, что теперь капкан со всех сторон. И единственная возможность, это я прогнозирую, это обнулить полностью ситуацию. Но это должен принять решение президента Украины. Только он один сегодня может принять это решение. Идти на досрочные парламентские и президентские выборы. Отставить вот эти пляски с Конституцией 2004 года. Она такая же недолугая, как и Конституция 96-го. Надо четко один раз в законодательном поле выписать и сказать, 50 лет это не меняется. Это Конституция. И идти на выборы, и побеждать на выборах. Только как оппозиционеры будут побеждать, я не знаю. Потому что, например, там, где мои родственники живут, в Донецкой области, в Угледаре или в Волновахе, там, последнего оппозиционера видели в 2009 году живом. И, опять же, будут кричать про какие-то фальсификации. Поэтому обнулить ситуацию можно только одно. Объявлением досрочных парламентских и теперь уже президентских выборов. Я так думаю. И все зависит от президента. От его мудрости и от его решимости. Ну, а порядок в сумах, я надеюсь, будет зависеть и от позиции городского главы. Вот я вас уверяю, уважаемые сумчане, на самом деле, в нашем городе все хорошо. Имеется в виду все спокойно. Все, конечно, плохо с точки зрения экономической ситуации, с точки зрения инфраструктуры города. Она все время дряхлеет и так далее. Но на самом деле все спокойно. Все сто с лишним тысяч людей у нас работают, учатся, производят, так сказать, материальные блага, оказывают услуги. Есть определенная часть людей, которая против. Вот она выходит на Майдан. Нет вопроса, выходите на Майдан и осуществляйте протест. Но мирный протест. В таком случае все понятно. И идите на следующие выборы и получайте большинство в городском совете. И тогда все станет. И последнее. О том, что я хочу сказать и обязан сказать. Что если кому-то не нравится Минаев как мэр этого города, я вас уверяю, по нынешнему законодательству, хоть недолугому, хоть какому-то, вполне возможно отставка мэра референдумом. Создайте инициативную группу. Соберите подписи. Не 24, 8 тысяч. Соберите. И я в Раде обязуюсь провести решение про референдум, про доверие в местном голове. Выйдут сумчане и скажут, Минаева геть. Минаев соберется и пойдет геть. Выйдут сумчане и скажут, Минаев работает дальше, я буду работать дальше. И прекратить все эти инсинуации. Мэр с народом или мэр против народа. Мэр за сумчан. Ну а пока мы прекращаем сегодняшний разговор, потому что у нас заканчивается время. И я хотел бы анонсировать, что сразу же после этого выпуска пойдет выпуск новостей. Спасибо, Геннадий Михайлович. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова